При упоминании марки Lexus сразу возникают ассоциации с огромными седанами и внедорожниками. Компактные машины она отродясь не выпускала, однако эта традиция трогнула. Японская компания выпустила миниатюрный CT200H. Несмотря на невеликие размеры, новичок выглядит солидно. Спереди он изрядно напоминает крупные седаны Lexus, а вот задняя часть воистину революционна для этой фирмы, ведь он стал первым в ее истории хэтчбэком. Да, с виду и не подумаешь, что у этого автомобиля столь продвинутый салон. Интерьер этого Lexus прогрессивен и, как теперь модно говорить, инновационен. Один рычаг управления и трансмиссии чего стоит. Как и полагается Lexus, здесь отменное качество отделки. Мягкие пластики, дорогая кожа, деревянные панели. И комплектация роскошна. Навигатор, камера заднего вида, 8 подушек безопасности, электролюк, музыкальная установка с ченджером и 13 динамиками. Этот автомобиль оснащен набирающей популярность гибридной силовой установкой. Источником движения здесь служит не только традиционный двигатель внутреннего сгорания, но и электромотор. Совокупная мощность двигателя 136 лошадиных сил. На электротяге этот Lexus способен проехать всего пару километров, после чего заряд батареи сократится и в дело вступит уже бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. Если ехать в режиме эко, то о темпераментной езде лучше и не помышлять. Зато в нем достигается лучшая экономичность. У меня вышло около 6 литров на 100 километров. В обычном режиме динамика явно лучше, ну а приятнее всего ехать в спорте. Правда, в этом случае о скромном расходе топлива уже придется забыть. Ну и черт с ним, с расходом топлива. Зато в спортивном режиме этот Lexus похож на заряженный автомобиль. Рулевое управление становится более тугим и приятным. Реакции на акселератор отзывчивыми, и под сброс газа бензиновый двигатель не глушится. Да и система стабилизации избавляется от излишней строгости, позволяя полихачить в поворотах. Плавность хода на высоте. Автомобиль спокойно, без особой тряски, минует участки с неровным асфальтом. Стоит этот Lexus 1 миллион 700 тысяч рублей. Это топовая комплектация. Для инновационных технологий сумма оправдана. Хотя у нас эти качества пока не в фаворе.